Валерий Алексеевич, еще вопрос о последних указах предыдущего президента относительно присвоения героя Украины достаточно одиозным фигурам. По-разному можно оценивать их историческое значение. Наверное, нельзя только черной краской мазать. И тем не менее, все-таки объективная история говорит о том, что все там не так просто. И ветераны, основная масса ветеранов крайне возмущены. Я имею в виду и Шухевича, и Бандеру. Я знаю, что вы любите юмор Ильфа Петрова и Ярослава Гашика. У Ярослава Гашика в одном из произведений есть такая фраза. Когда рассказывалось об этой австро-венгельской войне, и там была такая телефонограмма о том, что генерал сошел с ума. Он прислал телефонограмму всем сварить обед и выступать на Сокаль. Какой Сокаль? Где он этот Сокаль? Никто не понимал. Точно так же, мне кажется, Виктор Андреевич, когда уже уходил с этой должности, он уже не ориентировался, что он делал. Он там награждал героями людей совершенно непонятных, и исторических, и сегодня живущих, которые никаких реальных заслуг перед обществом не имеют. Ну, ушел Виктор Андреевич, не будем его уже поминать. Это будет такая черная полоса в истории нашей Родины. Поэтому мое отношение к этому однозначно. И знаете, вот когда шла вот эта тема о голодоморе, знаете, как-то и опровергать неудобно, люди погибли сколько. И где же логика? А логика простая. Моей маме 86 лет. Она здесь родилась, и она была в Германии, ее угоняли из Бердянска. Она была там с надписью ОСТ. И она видела, как там работали они, как работали те, кто были из Западной Украины. И она мне говорит, голодомора никакого не было. Был голод. И в Бердянске, Бердянском районе, где живут, я называл, болгарные, поляки, немцы, украинцы, греки, голодали все. Там же не было такого, что все ели икру, красную или черную, а украинцы умирали. Нет. Был голод, спасались тюлькой, бычками и всем, чем только возможно. Поэтому я верю своей маме, а никакому не президенту бывшему Украины, либо его, значит, историкам, которые пишут историю под себя. Понятно. Валерий Васильевич, и все-таки вы за то, вот за поддержание этой инициативы, об отмене этих указов? Конечно. Конечно. А вы помните, Виктор Андреевич до чего дошел? Он даже предложил принять закон, что если кто-то выступает, опровергает существование голодомора, то должна быть уголовная ответственность. Да, помню. Это уже преследование абсолютно. Ну, это уже не Сокаль, это уже не Гашек, это я уже не знаю, это Фрейд, наверное, уже. Тем более, что там родилась встречная инициатива, отмените решение присвоения героя Украины, например, Бересту, который был среди тех, кто водружал знамя. Мы всегда говорим Контария, Егоров, а Береста замалчил. Я помню фотографию, которую я видел подлинную, где в эсэсовской форме господин Шухевич стоял вот так с хлебом с солью и встречал вступающих во Львов солдат немецких. Валерий Алексеевич, на победной ноте давайте закончим. У вас есть возможность обратиться к бердянским ветеранам. Сегодня 7 мая, и это уже праздничные дни, это уже то. Те дни, которые помогают поднять хотя бы вот таким образом наших ветеранов. У Роберта Рождественского замечательный строк, я когда-то прочитала. Я знаю, что битва идет не на равных. Он имел в виду, что годы и пули еще прилетают оттуда, и нечем ответить такому врагу. И я не могу удержать ветеранов, и даже собой заслонить не могу, но что-то мы можем. Знаете, я считаю, что звание Героя Советского Союза нужно присвоить композитору Тухманову, который написал песню «День Победы». Это действительно песня, которая всех прошибает до слез, и она действительно радостная песня со слезами на глазах. Потому что 9 мая это поистине святой праздник, хотя пытаются его заплевать, вы видите, но с этого ничего не выйдет. И мы должны бережно относиться к тем людям, которые воевали, к тем, кто участвовал в боевых действиях. Я сегодня был на празднике в Бердянском районе, в Андреевке, я видел этих седых дедов, у которых ордена Красной Звезды, орден Славы, за отвагу. Вот боевые награды, они заставляют нас думать об этом. И поверьте, я вот этот меморийный комплекс в Камышеватке строил не для себя, не для односельчан. Я его строил для внуков, для его детей и внуков, чтобы они, приходя туда, видели, что там фамилия их деда, прадеда, прапрадеда. И помнили, что была такая война, и в это люди полегали миллионы наших граждан, независимо от их национальности. Поэтому низкий поклон нашим ветеранам, долгих лет жизни, здоровья, и чтобы дети и внуки радовали вас всех. С праздником вас. Спасибо, с праздником и вас. У вас Георгиевская лента. Я этим радуюсь. Да, и я думаю, что придет время, когда расскажете о реализации вот этих наработок, о которых вы сегодня говорили. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня гостем ее был народный депутат Украины Валерий Баранов. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»